В Москве пациентка впала в кому после пластической операции. Девушка хотела чуть-чуть подправить носик. Выяснилось, что один из докторов, проводивших операцию, оказался замешан в скандальном деле другой элитной клинике пластической хирургии. О гибели троих её пациенток мы уже рассказывали в наших выпусках. О странной череде событий и возможной взаимосвязи между ними. Расследование Григория Вдовина. Мопс Стич признаваться в любви своим хозяйкам готов без перерывов. В этой семье он появился в момент, когда Каролину выписали из больницы, как утешение для неё и для мамы, после того, как она услышала самые страшные слова. Надежды никакой нет. Я не могла ни плакать, ни кричать, ни... Я просто молила Бога вернуть мне моего ребёнка. Сама Каролина рассказывает, что всё было как в кино. Ресепшн, деньги за операцию, затем круглая лампа и склоняющаяся на дне фигуры врачей. Между этими событиями прошло 12 дней. Их девушка провела в коме. Судьба мне давала знаки. Я стояла в пробке час. Я никак не могла добраться до клиники. Но я на эти знаки не обращала внимания. Благо я выжила. Впервые в общении с журналистами Каролина согласилась снять солнцезащитные очки. Вот какой он в итоге. Результат ринопластики. Вполне можно понять ужаснувшиеся правоохранительные структуры. Ведь такой девушка на операцию ложилась, а такой нашли её родственники уже в коме. В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью. Наказание предусмотрено до 6 лет лишения свободы. Под стражу взятый директор клиники Гульнара Шах и хирург, проводивший операцию Геворг Степанян. Анестезиолога суд решил отправить под домашний арест. Совпадение или нет, но этого специалиста, как оказалось, взяли на работу из скандально известной клиники Медланш, где в результате хирургических манипуляций скончались сразу три пациентки. Тогда клиника, разумеется, закрылась. Дело ведёт следственный комитет. В этот раз до смерти пациентки не дошло. Вот, судя по всему, дверь, за которой находится помещение, где располагалась клиника. Как мы видим, табличка снята, вход опечатан, домофон не работает. Заведение явно прекратило свою деятельность. Хотя оборудование и вывезено, на стене остался календарь с образцами, видимо, неких имплантов. В каждом кабинете по медицинским стандартам раковина и кран, часть окон наглухо закрыты. Можно предположить, что здесь располагались палаты операционные. Каролина старается всё это забыть, как кошмарный сон. Григорий Вдовин, Геннадий Талочкин и Пётр Белиникин. Вести. Спасибо. 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 Спасибо.